Вот такая получилась красота! Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал! В атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Итак, мои хорошие, завтра Новый год! И я торопилась, чтобы этот шарфик остался у меня в этом году! Посмотрите, какая прелесть у меня получилась! Назвала я его «Мокрый песок». Напомню, что спонсором этого прекраснейшего проекта являлись два магазина. Это магазин «Бобин», который предоставил ниточку от «Сити Колор Муза». И магазин «Пряжа Су», который предоставил махеровую ниточку. Ализе Кит Махер Рояль, по-моему, так называется эта пряжа. И вот, получилась вот такая красота! Я еще добавила немножко своего Кит Махера. Это Кит Махер от «Дропс». Но его здесь совсем немножко, всего 10 граммов. Итак, мои хорошие, я хочу рассказать вам подробности этого шарфика. Мастер-класс по этому шарфику есть на канале. Я имею в виду мастер-класс по узору. Если у меня получится как-то переделать схему этого узора, я еще сниму один видеоурок уже с пояснениями по схеме. Но мастер-класс по этому прекраснейшему узору уже есть. Да, не забывайте, что в магазине пряжа Су действует 5% скидка с промокодом СИДНИКОВА. Все буквы латинские. С 26 декабря этого года по 26 февраля 2020 года. Также есть 10% скидка в магазине БОБИН, которая действует, увы, до 31 декабря. Так что вы еще успеете заказать какие-то товары для рукоделия. Это не обязательно пряжа. С 10% скидкой в магазине БОБИН до 31 декабря этого года. Я вам желаю всем приятных покупок. Итак, а сейчас поговорим об этой красоте. Связался шарфик достаточно быстро. И я давным-давно о таком шарфике мечтала. Шарфик в длину 2 метра 36 сантиметров. Как же я давно хотела этот шарф. Такой вот длинный, шикарный, благородный. Много можно подобрать красивых слов. Но когда одеваешь этот шарф, это просто какое-то волшебство. Почему волшебство? Потому что, мои хорошие, это очередной трансформер. Какие-то две малюсенькие кнопочки, нет, даже не две, ну да, две кнопочки, все правильно, превращают этот шарф в красивый бактус, превращают этот шарф в красивую челму или налобную повязку. Очень-очень все красиво. Я вам все это покажу. Значит, про длину я сказала 2 метра 36 сантиметров. Это после ВТО. И еще один лайфхак для вас. Как вы помните, в прошлом видео я говорила, что вот эта пряжа от Alize Kidmoher Royal. Роял, она колется. Я вчера постирала этот шарфик в шампуне дав. И также сделала, ну вот как моем голову, то есть постирала в шампуне в теплой воде. Потом все это в этой же воде сполоснула и нанесла на всю поверхность полотна бальзам для волос тоже фирмы DAW. Потом все это хорошо помассировала. В общем, я все делала, как я делаю со своими волосами, то я и сделала с этим шарфиком. И ополоснула в этой же воде. То есть, я все делала в одной воде, не меняя воду. Может быть, в этом волшебство. Я не знаю, но колкость, поверьте, она превратилась из ощутимой в достаточно приятную. Она присутствует, она не ушла. Но это совершенно другая колкость. Не верите? Попробуйте. Возможно, у вас уже есть связанные вещи, которые, ну как бы колятся и доставляют вам неудобства. Попробуйте постирать в шампуне и ополаскивателе для волос DAW. Сейчас я вам его покажу. Вот такие две волшебные бутылочки. Ну, я использую интенсивное восстановление для волос шампунь. Но это совершенно не важно. Главное, что это был DAW. И такой же ополаскиватель. Вот, кто не верит, попробуйте. Попробуйте. Я думаю, что вы будете приятно удивлены. И, возможно, те вещи, которые у вас связаны, и вы их не носили из-за колкости пряжи, попробуйте постирать в этих двух шампунях. И сравнить колкость, которая была и которая станет после ВТО в этих шампунях. Это так, небольшое пожелание вам. Ну, то, что как бы попробовала я. Потому что после ВТО вот эта часть шарфика стала, ну, совсем не той, которая была до ВТО. Итак, значит, длина 2,36, ширина шарфика 26 сантиметров. То есть, это вот-вот здесь, 26 сантиметров. Что хочу сказать, что после ВТО ниточка вытянулась практически на 20 сантиметров. Но я сушила, вот, прямо отжала после стирки и сушила на перекладине в ванной. Ну, то есть, не в горизонтальном положении. Я это сделала намеренно. Мне хотелось увеличить немножко длину шарфа. Если вам не нужно увеличивать длину, вы тогда сушите на, ну, как мы сушим все вязаные вещи, на махровом полотенце или еще на чем-то хорошо впитывающем в горизонтальном положении. Я же сушила, повторюсь, вот, просто повесив на веревку, так скажем. И шарф вытянулся на почти 20 сантиметров. Ну, 18-20. То есть, он был до ВТО 2 метра 16 сантиметров. Стал 2 метра 36 сантиметров. Напомню, что пряжа, какие пряжи здесь участвовали. Муза от Color City 400 метров метраж. И на 100 грамм здесь очень интересный состав. 70% тонкорунная шерсть, 30% лен. Вот, мне кажется, вот этот лен очень хорошо помогает держать форму косом и араном. И вторая ниточка, я уже говорила, Кидмахер Роял. Роял, вот он. Ну, здесь процент, 62% Кидмахер и 38% полиамид. Метраж ниточки 500 метров на 50 грамм. Так, и вторая, еще одна ниточка, вот Кидмахер. Это вот от Drops. Здесь Кидмахер на шелке. Я думаю, что вы знаете этот состав. 75, по-моему, Кидмахер. К сожалению, у меня нет уже этикеточки. И 25% шелковая ниточка. Так, это рассказала. Очень красиво смотрится с этой шапочкой. В принципе, я и вязала именно под эту шапочку. Конечно же, будет демонстрация во второй части видео. Я вам все-все покажу. Ну, а теперь давайте поговорим о самом шарфике. Значит, про петли я говорила там, где есть мастер-класс. 66 петель. И, значит, что я делала. Я начинала вязать шарфик в составе, значит, Ализе Кидмахер Рояль и Муза. Вот в таком составе. Провязав где-то 70 см, я почувствовала вот эту колкость, очень существенную колкость. И перешла, уже убрала вот эту ниточку от Ализе и подружила, значит, Музу вот с этой пряжей от Дропс. Они практически вот очень созвучны по цвету. И в шарфике практически незаметно эту границу. Я сейчас вам попытаюсь. Ну вот, если я вот так отойду, вы, наверное, ее и не увидите. Она начинается вот здесь. То есть вот эти Ализе и Муза. Дальше пошла Муза и Кидмахер от Дропс. И вот эта часть тоже 70 см. То есть это то, что касается шеи, затылка. В общем, это очень-очень комфортно. И провязав 70 см в таком составе, я продолжила опять ответную часть. Но я уже не буду показывать. Вот опять с Ализе и Муза. Очень такой незаметный, легкий градиент. Его практически не видно. Особенно, когда шарф одет. Ну, вообще незаметно. Так что вот кто хочет сэкономить немножко деньги. У кого есть более колкая ниточка и похожая ниточка от BBB или Дропс. Из тех, что я пробовала и могу со стопроцентной уверенностью сказать, что они не колятся вообще. Еще мы с вами вязали джемпер Мираж. Там была ниточка от Альпина Махер. Назывался Дженни. Вот эта ниточка, та, которая не колется вообще. В общем, можно, конечно же, сэкономить на дорогом кидмахере. Ну, как дорогом. Вот если сейчас по скидке в интернет-магазине пряжа Су в 5%, то вот этот кидмахер вам обойдется в 322 рубля. 25 грамм. Казалось бы, 25 грамм. Ну, мало. Но здесь 200 или 210 метров метраж. Вот на вот эту часть в 70 сантиметров у меня пошло всего 10 грамм. Даже не 10, а 8 грамм вот этого кидмахера. И на весь шарф, если брать ниточку от Ализе, ушло 40 грамм. То есть, что у нас получается? Казалось бы, здесь больше метраж. 500 метров на 50 грамм. Это 250 метров на 25 грамм. По идее, ниточка тоньше. И расход должен быть меньше, чем от Махера Би-Би-Би. Но получается такой парадокс, что вот этой ниточки идет больше, чем вот этой ниточки. Так что, мои хорошие, я к чему все это говорю? Это мнимая экономия. Вот я сделала такой вывод, что для меня существует только кидмахер от Дропс Би-Би-Би. Ну, возможно, там Лана Гросса. Ну, то есть, то, что более-менее премиум класса. И я буду теперь использовать только вот этот кидмахер. Конечно, я использую и то, что у меня есть. У меня осталось вот еще два мотка и остаточек от этого мотка. Вот он, кстати, здесь 10 грамм. И мы свяжем еще один проект. Я о нем пока не буду говорить. Но это будет очень легкий и очень эффектный проект. Под этот шарфик, кстати. Так, так вот, это мнимая экономия. Если бы, ну, как бы я знала, что вот этот кидмахер колется, я бы лучше взяла один моточек вот этого кидмахера. И мне бы тогда хватило на весь шарф. Вот представляете, 8 грамм на 70 сантиметров шарфика. И вы посмотрите разницу. Но это не сравнить вот эту часть с кидмахером от Дропс и вот эту часть с кидмахером от Ализе. Ну, да, красиво, да, все хорошо. Но это совершенно, это как небо и земля. Я буду вязать следующий проект, используя эту Ализе от Рояль, да, Роял. Но, как бы, просто для того, чтобы израсходовать и мою музу, и вот этот кидмахер. Будет, конечно, красиво. Я опять прибегну к вот этой хитрости. То есть центральную часть, которая будет касаться шеи и ближе к лицу, я свяжу из остатков. Здесь у меня осталось, получается, 17 грамм где-то в моточке. И мне хватит как раз на эту новую вещь. Так что все будет очень хорошо. Рисунок. Что сказать хочу по рисунку? Рисунок вяжется легко. И этот рисунок очень хорошо подходит для кардиганов, для пуловеров, для свитеров. В общем, рисунок класснючий. Посмотрите, какая красота. Конечно же, увидите на мне. Что еще хочу сказать? В чем же волшебство этого шарфика? А волшебство вот в этих магнитных кнопочках. Я их пришила на кончиках шарфика. Они практически не видны и с одной, и с другой стороны. И вы увидите, как этот шарфик просто одним движением превращается в снуд. Вот почему я не стала делать здесь ни бахрому, ни какие-то бубенчики, бубончики. Только из этих соображений, чтобы получить очередной шар-трансформер. Что-то я подсела как-то на шарфике. И это очень-очень красиво. Теперь хочу поговорить об этих кнопочках. Ссылка есть на покупку этих кнопочек на Алиэкспресс. Я их покупала. Ссылка есть во вкладке в сообществе. Вот они бывают разных размеров и конфигураций. Я вам советую покупать кнопочки, которые пришивные. Вот здесь видите, 4 ушка, она пришивается. Они бывают больших и маленьких размеров. И поверьте, они нужны разных размеров. Вот в этом шарфике, конечно, нужна для легкости и удобства вот эта маленькая кнопочка, которую я пришила к шарфику. Есть еще другие кнопочки. Они бывают разных цветов. Вот кнопочка такого же плана, но больше. Размер 10 штук стоит меньше, чем 200 рублей. 10 кнопок магнитных. Это, конечно, помощнее и для других вещей. Вот такая же кнопочка, но уже от цвета бронза. Еще есть у меня одна кнопка осталась. Вот такая, которая в основном для кожи. Ну, то есть, вы видите, эти усики пробиваются дырочка в коже или в каком-то вязаном изделии. У меня, например, вот эта кнопка присутствует в моей вязаной сумочке, которую я вязала из рафии. Она, эта сумочка, я просто покажу вам, чтобы вы понимали, как эта кнопка работает. Вот просто здесь не пришивается, а в полотно или в кожу вставляются вот эти ушки и загибаются. А с другой стороны у нас получается вот такая кнопка. Очень мощно. У меня здесь три кнопки в этой сумочке. И, как бы, ну, здесь вот они уместны. Но в основном я все-таки применяю кнопки, которые пришивные. Так что я вам рекомендую вот следующие вещи, которые я буду вязать. Не надо делать прорези под пуговицы. В общем, я буду вязать именно под вот эти бронзовые. Свои магнитные кнопочки. Ну, а что это будет, вы узнаете немножечко позже. Да, вес шарфика, не сказала. Вес шарфика составляет 220 грамм. Из них 170 это вот пряжа Муза. Значит, 40 грамм получается кидмохер от фирмы Ализе, роял. И 10 грамм кидмохер от Дропс. Спицы здесь были китайские из набора 11 пар. Кстати, тоже рекомендую вам эти. Это обычная чулочная спица. Я ее заблокировала вот такие тоже очень удобные резиновые наконечники. И она легкая, она внутри полая. Эта спица вяжется очень легко и быстро. И стоят эти спицы тоже около 500 рублей за 11 пар. Размер здесь 4,5. Ну, можно было бы взять и пятерочку для вот такого состава пряжи. Ну, в принципе, на 4,5 мне тоже очень нравится, как я связала этот шарфик. Ну, вот вроде бы все рассказала по шарфику. Еще раз повторюсь. Схему постараюсь, постараюсь я ее переделать, чтобы, ну, так скажем, не нарушать авторские права. Потому что я на самом деле эту схему немножко переделала. Поэтому, если мне удастся распечатать вот эту схему уже в измененном виде, я вам тогда продублирую свой мастер-класс, то, что мы уже вязали. И если что-то непонятно, то вот в этих объяснениях, ну, то есть вы можете сделать скриншот этой схемы и, ну, как бы, додумать то, что если было непонятно, я думаю, что все станет понятно. Узор превосходный. И узор, повторюсь, универсальный. И платье можно этим узором связать, и юбку. Вот чем он мне нравится, он не такой объемный, но вот практически гладкое полотно. Видите? То есть не дает такого очень сильного объема. Очень аккуратные здесь жгуты 3х3. В общем, я очень-очень довольна вообще и результатом, и узором, и теперь этим комплектом. И уже в планах скорее довязать юбочку. Тоже, кстати, в этом цвете. В общем, опять у меня получается такой капсульный гардероб, когда одна вещь дополняет друг другу. И этот год у меня такой бежево-голубой. Ну вот, мои хорошие, пойду я сейчас готовиться к видеосессии. И уже на себе вам продемонстрирую эту красоту. И как это все превращается из шарфика в сноут и в челму или налобную повязку. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ